На самом деле дома здесь два. Первым под снос пошел четырехэтажный. Соседнюю пятиэтажку ждет та же участь. Площадь участка не предусматривает такое масштабное строение. Максимум частный дом. А по факту здесь сама Волка площадью полторы тысячи квадратных метров. Иск о сносе администрация города подала еще на стадии фундамента. Но пока продолжались судебные разбирательства. Застройщик завершил строительство и даже успел продать квартиры. И это несмотря на то, что решение о сносе суд принял еще год назад и оно вступило в силу. Летом мы выехали сюда. У нас должно было состояться мероприятие о сносе. Должник подписал договор с администрацией о том, что он самостоятельно устранит данное нарушение, а конкретно снесет данные два незаконно построенных объекта. После чего последовали процессуальные действия в виде приостановок, затягивания волокита данного исполнительного производства. На сегодняшний день все отмены произошли, производство снова в исполнении. И мы сегодня осуществляем контроль за тем, как происходит снос. В итоге администрация города решила нанять для сноса подрядную организацию. Но работы по демонтажу придется оплатить застройщику. Иначе он лишится и земельного участка. Данный дом построен без соответствующего разрешения. Нет уверенности, нет понимания, насколько дом надежен и безопасен для дальнейшего проживания в нем жителей. Строился без какого-либо строительного надзора. Снос будет произведен в ближайшее время. И по всем домам, по которым есть решение суда о сносе, которые признаны небезопасными для проживания, будет аналогичная ситуация. Дома также будут снесены. Снос – это еще не конец. Судебное производство будет закрыто после того, как застройщик вывезет с территории весь строительный мусор. И приставы убедятся, что разбит и фундамент – это и есть основной показатель того, что снос завершен.